И снова всем welcome! Это снова я. Сегодня речь у нас пойдет про малокубаторную технику в Японии. Сегодня у нас хорошая погода, можно покататься и я немного расскажу про то, какие бывают варианты в Японии, то есть малокубаторные техники, какие для них документы нужны и почему это так популярно в Японии. Начнем с техники до 50 кубов. Данный вид техники очень распространен для студентов, потому что на него можно сдать на права, находясь еще студентом в 14 лет, а сколько я помню в 14 лет, я помню в 16 лет. Значит, данный вид техники очень дешевый, если новый покупать, так же и бэушный, порядка там, ну если брать из таких современных, там каких-то, ну грубо говоря, можно за 50 тысяч йен купить, ну то есть это где-то 500 долларов, да? 500 долларов, да? 50 тысяч йен. Ну да, наверное так. Вот за 500 долларов можно купить себе в отличном состоянии какой-нибудь скутер там небольшой и кататься в школу, в студент, ну это в институт или куда вам надо. Значит, для того, чтобы его получить, ну, я имею ввиду права на этот скутер, нужно заплатить всего лишь 20 тысяч йен, то есть по меркам Японии это очень мало, это грубо говоря, недельная зарплата студента, даже может меньше, чем за неделю можно заработать. Работая где-нибудь на подработки там байта, что-то такое, выполняя там простенькую работу, несколько часов в день. Обучение проходит там вообще, ну, быстро, элементарно, в школах этих, которые обучают и на этих малоаккубаторной технике набор постоянно ведется, то есть там, это, как бы сказать, курс вот этот сам весь, он занимает там не больше недели, по-моему, недели или даже две недели, все там очень мало и, ну, то есть можно быстро сдать, и получите права, значит, на эту технику. Что, что, какие плюсы есть? Во-первых, данная техника, как я уже говорил, дешевая, есть обязательная страховка, как называется, джибайсеки хакен, то есть это страховка на случай там, это, ну, как типа наша ОСАГО, но она там очень много покрывает достаточно, и она стоит тоже копейки, там, что-то на скутер, грубо говоря, до 50 кубов, ну, то есть можно на 5 лет взять за 14 тысяч иен, грубо говоря, страховку. 14 тысяч иен, это 140 долларов, то есть очень дешево. И все, и как бы, когда у вас есть данная страховка, вы можете ездить по улицам города спокойно, ну, конечно, вы уже прошли обучение, у вас есть там какая-то, ну, права, и, кстати, студенты также могут, эти иностранные студенты также могут на них сдать спокойно, без всяких проблем, и кататься по городу. Но есть некоторые ограничения для техники до 50 кубов, это первое ограничение только, езда только по левой полосе, то есть если дорога больше двух полос, нельзя перестраиваться, нельзя перестраиваться на, ну, правой полосы, то есть только по левой полосе. И еще одно ограничение, нельзя поворачивать на правой, если больше двух полос. Ну, то есть это, грубо говоря, так же, как вот в России, это тоже до 50 кубов, там велосипеды, то же самое, вот велосипеды с моторами, то есть как бы мопеды. И еще одно ограничение, на этих скутерах нельзя выезжать на, в под мосты, то есть это в туннеле и на мосты, то есть нельзя вот эти путепроводы, да, которые для автомобилей, то есть если у вас техника, как бы, меньше 50 кубов, то вы считаетесь приравнены к велосипеду, грубо говоря, и вам запрещено выезжать на мост или в туннель, так как вы являетесь тихоходным транспортным средством и должны пользоваться, значит, другими местами объезда. То есть, ну, некоторые просто с этими скутерами по велодорожкам проходят или же поднимаются там на этот, если там через ЖД надо переместиться, то поднимаются с ними наверх там на мост, как по велодорожке тоже, и то есть спокойненько проходят. Это что касается ограничений, остальные, ну, вроде как, а, ну, на автострады, конечно, тоже нельзя уезжать, так как вы являетесь тоже тихоходным транспортным средством и платные автодороги, типа, как скоростные магистрали, вам недоступны. Вот, но зато для этих мопедов существует привилегия парковки, то есть, например, они могут быть припаркованы на велосипедной парковке, то есть около магазинов, а велосипедные парковки у большинства магазинов, они бесплатны. Данные скутеры могут быть, грубо говоря, припаркованы по, ну, по минимальной оплате там, то есть для них берется оплата как за этот велосипед, тоже там что-то копейки какие-то. Ну, в общем, там большие привилегии при парковке для этих скутеров. Что значит следующее? Следующий идет вид, это до 125 кубов. Это такие же, ну, более скоростные мопеды, данные мопеды или скутеры уже используются как для доставки каких-либо, ну, то есть там товаров, продуктов, там еды, еще чего-то, то есть также используются, ну, и студентами, и работниками некоторых фирм для поездок на работу. Ну, и в том числе используются для, ну, каких-либо там небольших путешествий. То есть также люди катаются на, вот это там, путешествуя по Японии. Для них уже нужны права категории, значит, до 125 кубов. Это легкомоторные, значит, или, как сказать, как они называются, малокубатурная мототехника. То есть это прям отдельная категория. До 250 кубов. Вот так они идут. То есть, вот, значит, да, сразу идет до 250 кубов эта техника. Но как отличить, вот, например, что это там до 125 кубов или же выше? То есть у них розовые номера. То есть у техники, которая там от 90 до 125 кубов, у них розовые номера. Значит, а у техники, которая больше 125 кубов, там 150 и выше, там, ну, соответственно, до 250. Ну и далее. А там уже идут белые номера. То есть как у автомобилей. Вот такие же вот впереди. Значит, какие есть... А, обучение на эти права уже идет достаточно долго. Там это уже не две недели, там, а порядка месяц, там. Примерно месяц, может быть, чуть больше, в зависимости от школы и от того, какой вы план там выбрали, как вы там будете заниматься. Там бывает каждый день занятий, там бывает только по выходным, там, то есть, ну, можно выбрать. Стоит уже, конечно, не 20 тысяч иен, а подороже. Там порядка, уже около 100 тысяч иен может стоить обучение. Ну, 100, там, интересно, 50 тысяч иен. Это уже где-то полторы тысячи долларов. И там уже нужно будет знать полностью все по ДД. Уже экзамены сдаются достаточно, ну, как сказать, не так легко, как на 50-кубовой технике. Но, в любом случае, если вы учитесь в школе, в этой авто- или мотошколе на права такой категории, это ничего страшного, потому что обычно там все сдают с первого раза. Там нет никаких проблем вообще со сдачей. Как вариант, можете сдать на права, ну, если у вас есть категории, там, А1, да, в России, например. А1, там, или А2, я сейчас точно не помню. Ну, то есть не М категории, а уже там А1 или А2. Значит, вы уже можете пересдать в Японии тоже на эти права до 125 кубов, ой, до 250 кубов. И, соответственно, там нужен тоже только экзамен на компьютере и экзамен вождения. То есть все легко и просто сдаётся. И можете спокойно ездить потом. Либо же сдать здесь, в Японии. Как бы, ну, отучиться и сдать. То есть тут как бы два варианта. Значит, чем ограничены данные транспортные средства? Ну, практически у них ограничений нет. Ну, то есть по сравнению вот с 50-кубовой техникой, да, они могут ездить, ну, абсолютно везде, кроме скоростных автомагистралей и платных дорог. То есть туда им нельзя. То есть там, потому что, ну, техника уже более такая мощная, ну, требуется. То есть там уже от 125 кубов и выше. То есть идут. А во всех остальных случаях, во всех остальных, ну, то есть дорогах, вы можете спокойно кататься. И ничто вам за это, как говорится, ну, не будет. Тоже техника достаточно экономичная. Из документов нужно только, ну, при покупке нужны только права. И оформляется также вот эта страховка Джибайсеки Хакен. Это, как обычно, как у нас там Мотосага, да, в России. Стоимость тоже примерно такая же, как на 50-кубовый скутер. Налог, налог, вот, на дорогу, это транспортный налог. На технику что до 50-кубов, что на 125-кубовую технику. Там минимально что-то в районе 2000 в год. 2000 йен в год. Ну, или это может быть чуть меньше даже. То есть очень, очень вообще бюджетные транспортные средства. И на них не нужны ТО. То есть что на 50-кубовую технику, что на 125-кубовую технику. ТО не надо. То есть, ну, также, кстати, могу сказать, что и до... Вот ТО не надо до 250-кубовой техники. Вот. Поэтому, как бы, ТО вам не нужно проходить. А ТО стоит дорого. ТО, кстати, стоит достаточно много. По сравнению с... Вот, как бы, если сравнить машину, конечно, это не так много. Но, в целом, прилично. То есть, допустим, вот у меня есть, да, 800-кубовый, да, мотоцикл. ТО на него стоит около... Ну, если самому проходить, где-то 40 тысяч йен. Где-то 40-45. А если проходить, ну, через фирму, ну, то есть, допустим, вы привозите этот мотоцикл в фирму, сдаете его, и фирма за вас все делает, и вы просто, как бы, приезжаете, забираете его. То в этом случае тогда вам нужно будет заплатить 65 тысяч где-то. Ну, там 65-70, где-то так. Так, поедем. Данное ТО проходится раз в два года. И оно обязательно. Без ТО вы не имеете права ездить по дорогам общего пользования. Конечно, здесь нет таких прям жестких проверок, вот, как бы, документов, всех, вот, как в России, там, засады, там, подобное. Но иногда случается. И в случае, если у вас эти документы, например, не в порядке, что у вас, например, нет ТО, то у вас могут, как бы, ну, на штрафстоянку забрать и еще штраф паять большой. Поэтому ТО это, как бы, обязательно. А вот для техники до, ну, грубо говоря, до 250 кубов ТО не обязательно. Поэтому вы можете спокойно ездить на скутерах, там, 50 кубов, 125 кубов, ну, и выше, там, до 250 кубов. Без каких-либо проблем и вообще не заморачиваясь на тему ТО. Только вот платить нужно транспортный налог и страховку. Теперь расскажу про стоимость. Стоимость данных скутеров, вот, если вы будете брать, например, бэушный скутер до 50 кубов, это в районе где-то до 100 тысяч йен. Ну, где-то так. Это до 1000 долларов. То есть любой там скутер, будь то, значит, Honda, Suzuki, Yamaha, вообще не важно. Любой, значит, марке будет стоить недорого. До 100 тысяч йен. В целом студент может позволить себе спокойно заработать на него, где-то, за два месяца, там, два-три месяца поработать и заработать. В случае, если вы хотите купить технику уже, ну, например, более кубатурную, там, до 125 кубов или, там, до 250, то в этом случае вам нужно примерно около 200 тысяч йен. Это если бы лучше брать 200-300 тысяч йен. Соответственно, 200 тысяч йен уже, это уже достаточно большие деньги. Ну, а 300, да, это еще больше. Это уже нужно работать, там, полгода где-то на него, может быть, чуть больше. Ну, есть варианты взять в кредит, как бы, и студентам, если у них есть какой-то байт и еще что-то, то есть, то им тоже выдают кредиты без проблем. Даже без всяких поручителей и гарантов. Ну, и там, в зависимости, вот, конечно, в случае, как, сколько чего, это самое, в кредит берется. Проценты, там, небольшие, где-то порядка до пяти, может быть, максимум 7 процентов, там, годовых. Теперь, что касается новой техники. Новая техника стоит чуть подороже, если брать 50-кубовые скутеры, то 50-кубовый скутер стоит где-то от 100 до 200 тысяч йен, это от 1000 до 2000 долларов. Примерно так, новый 50-кубовый скутер, или же, там, мопед. А если вы покупаете скутер 125-кубовый, ну, или около того, может быть, 150 кубов, то данный вид техники будет стоить уже порядка, ну, 250-350 тысяч йен. Значит, тут еще какой вопрос. Смотря, где покупать, и смотря, сколько стоит предпродажная подготовка. На примере, например, 125-кубовых скутеров, я расскажу немного. Значит, та сумма, та стоимость скутера, которая указана в ценнике, там, например, обычно бывает, ну, как бы, без налога. То есть, если прибавляется налог, это 10 процентов, к этой сумме еще прибавляется цена, например, за подготовку данного агрегата к выезду. Например, некоторые фирмы оформляют номера сами. Ну, то есть, они, например, сами ездят в, или посылают письмо, там, в ваш муниципалитет, то есть, и там ждут, там, какое-то определенное время, и им высылается, там, номер на этот скутер. Соответственно, эта услуга тоже стоит денег, обычно, там, порядка 8-9 тысяч йен. А по факту она вообще бесплатна, вот, если вы сами это будете делать. Далее, там, подготовка тоже, там, например, ну, это какие-то бумаги, там, регистрация этого транспортного средства в страховой компании, вот это, когда вот я говорил про Джибайсики Хакен, тоже. Регистрация страхового полиса стоит денег, там, сколько, 14 тысяч, да, например, за 5 лет. Но некоторые фирмы еще берут дополнительно, вот, за заполнение, там, бумаг, за всякое оформление, вот, этих, вот, ну, юридических бумаг, то есть, для этого, для этой страховки дополнительные деньги. Сколько там, я не знаю, ну, в зависимости от фирмы, может быть, от 20 тысяч йен до 50 тысяч йен, там, в зависимости от наглости продавца, скажем так. Теперь я скажу, какие фирмы в Японии самые дорогие по продаже этих мотоциклов. Это одна из самых дорогих фирм, это Red Baron. Red Baron берет примерно 50 тысяч йен за подготовку скутера, то есть, к выезду, даже нового. То есть, далее, это, есть такая фирма, как Sox, она чуть подешевшая. Значит, Sox, она берет, там, порядка, где-то 30-40 тысяч йен за подготовку техники к выезду. То есть, что, ну, и там уже подешевле, там, разные другие фирмы, которые идут, тоже продают мопеды. Ну, их полно по Японии, там, вы уже там сами посмотрите. Я просто назвал одни из самых дорогих фирм. Естественно, когда вы покупаете БУ-технику, тут можно выбрать, как бы, где купить. Первый вариант, это купить БУ-технику, например, вот в такой фирме, ну, типа, как Red Baron или Sox. То есть, данная техника будет, там, полностью проверена, настроена и все, как бы, подготовлено к выезду. Ну, естественно, за это вы должны будете заплатить определенную сумму, как я уже говорил. И независимо от того, это новая техника или это БУ-техника, стоимость подготовки стоит, ну, как бы, не меняется от этого. Или, как вариант, вы можете купить неподготовленную технику. Вот, например, есть такие магазины, как Up Garage Riders, я про него уже снимал видео. Там перед магазином стоят прям эти скутеры, там разные мопеды, значит, ну, и даже мотоцикл бывает. Значит, данные виды мототехники и вообще данная техника не проверяется вообще. Ну, то есть, она проверяется, как заводится или не заводится, все. На этом, как бы, все останавливается проверка. Ничего там, ни уровень масла, ни уровень, там, тормозной жидкости, ни уровень охлаждающей жидкости, ни, там, покрышки, ни износ, там, таких, цепи или вариатора, там, ничего это не проверяется совсем. Здесь техника продается, как есть, ну, грубо говоря, от продавца, то есть, от какого-то, ну, жителя тоже местного. Вот он привез ее, они проверили, заводится, заводится, все, отдали ему какую-то часть денег, сделали себе, там, какую-то, ну, прибыль, надбавку сделали и продают. Ну, такая техника, естественно, должна быть, ну, как бы, проверена тщательно перед покупкой, потому что, ну, мало ли что, там, может быть, ну, не работать и еще что-то. Но торговаться с ними, я не знаю, там, можно ли или нет, это уже, как бы, на ваше усмотрение, с такими магазинами. Второй вариант, а, еще один вариант есть, это купить технику через Yahoo Auction. Yahoo Auction, ну, это как вот, грубо говоря, как eBay, да, или там, Авито, да, вот, в России. То есть, там продают все, кому не лень, свои вещи там, ну, и в том числе машины, мотоциклы, скутеры, ну, все продают, в общем. Что можно сказать по этому поводу? Тут, как бы, существует такое понятие, как, например, есть продавцы, которые, вот, фирмы продают, а есть продавцы, которые частенькие продают. Вот, вот, если этот частник продает, то обычно там, ну, там, техника недорогая. То есть, можно, можно купить, особенно, не очень популярные модели, можно купить, ну, задешево. Но, опять же, там, если кто-то на эту модель положил глаз, там, какая-нибудь компания, фирма или еще кто-то там, тоже, кто хочет выкупить данную технику, то очень сложно будет конкурировать с ними. Они могут, как говорится, они же знают, сколько она, на самом деле, реально будет стоить. Вот. И стоимость будет достаточно высокой для вас в этом случае, если он будет там тоже торговаться. Там же, по сути, аукцион. Каждый ставит свою ставку. Если там вам нужна эта техника, вы там ставку перебиваете, ну, и так далее. На некоторых, и на большинстве, я даже могу сказать, лотах выкупной цены нет. То есть, сразу, чтобы заплатить и выкупить, нет. Такой, они специально делают для того, чтобы, вот, скажем так, торг как можно дольше шел и, да, можно, как можно больше суммы. И тут еще такой вопрос существует. То есть, некоторые люди ставят там технику, там, за дешево, там, например, начинают от 100 йен, там, или от 1 йены вообще. И могут сделать так, что, вот, например, техника у вас, значит, стартует от 1 йены, там, ну, и кто-то сделал ставку, там, 1000 йен, или там, 10000 йен. Ну, естественно, аукцион заканчивается, а стоимость за технику, например, последний вот этот, скажем так, бит, да, ставка была 10 тысяч йен. А техника там, ну, в хорошем состоянии, она практически новая, там, может быть, ну, там, какие-то потертости, там, рабочие, все. И тут продавец может, как бы, решить, например, продавать ее вам или нет. Вот еще вот в чем вопрос, то есть, он может сказать, например, ага, ну, слишком низкая стоимость, не, я за такую цену не буду продавать. И просто, многого говоря, откажет вам в продаже этой техники. И тут вы ничего не сможете сделать, потому что, ну, как бы, заставить его продать по этой стоимости вы не можете. Yahoo! Акцион тоже его не может заставить продать по этой стоимости. То есть, как бы, вся, как бы, стоимость должна быть договорена, ну, то есть, с продавцом и с покупателем. То есть, аукцион это просто, как бы, для выбора того, кто будет там покупателем. А там уже дальше покупатель с продавцом, они уже сами решают. То есть, продавец решает, продавать эту технику или нет по этой цене, а покупатель решает, например, да, ну, покупать или не покупать. то есть покупатель тоже может как бы сначала сказать да я куплю а потом сказать не отчета и мне это не надо сейчас это короче и ну грубо говоря про или у него денег например не туда там сейчас платить и так данная техника на про месяц ждет 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 а потом раз и ну как бы продавец решает ну короче все деньги не пришли значит он опять выставляет на продажу или же предыдущему кто предыдущую ставку поставил предлагает вот такого плана и тут как бы надо тоже смотреть что если если вы например намерены что-то купить на я по аукционе это можно сделать но за за дешево там иногда получается покупать но не всегда за дорого да можно купить за дорого но как говорится есть много кучи разных вариантов где вы можете купить эту технику также за дорого но есть большой плюс когда вы покупаете полученную технику на ней бывает установлены какие-то ну там апгрейды и если например они вам нужны да то на аукционе например продавцы обычно включает в стоимость техники вот эти апгрейды а если вы покупаете через магазин через какой-то там но тот же самый ред барон соксы и так далее тут данные апгрейды они вообще никакого веса не имеют установлена они на нем на этой технике или нет они ну как бы не ценится вообще никак поэтому в этом плане если выбирать то предпочтительный брать в магазинах в мото-мотомагазинах которые вот и крупные вот так вот так но мы едем магазин сейчас здесь недалеко один и еще есть магазинчики ну вы выбрать кстати вам рекомендую если вы хотите выбирать среди новых или буш то есть площадки типа вебайк . нет или гу байк или как г о о там гол типа байк джапан значит на данных площадках можно посмотреть практически все известные вот эти сети магазинов продажи мототехники и выбрать там там будет намного выгоднее купить иногда так мы сюда едем у нас местный магазинчик продажи moto запчастей и экипировки и разных апгрейдов на пас называется достаточно недорогой так среднего сегмента есть не ринкан есть у нас есть урок и народ но об этих магазинах я вам расскажу попозже на сегодня думаю все если у вас остались какие-либо вопросы задавайте в комментариях если вам понравилось видео не забывайте подписываться ставьте лайки делитесь этим видео с друзьями и нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые видео о японии ну а с вами был дэн до новых встреч пока пока